Как построить Васту карту? Квартира буквой Г. Привет, с вами канал ArtVastu. Если вы не смотрели мое прошлое видео, как построить Васту карту, еще там несколько видео за ним, то все ссылочки необходимые я вам выведу под этим видео в нужной последовательности. А сейчас мы продолжим. Я взяла две квартиры сложной формы, вот такой буквой Г, и мы сейчас на них с вами разберем, как строить. Начинаем как обычно. Находим точки, крайние точки, через которые, внутренние точки, через которые мы будем проводить наш периметр. Смотрите, я решила для себя, что балкон у меня не присоединен, у меня здесь есть остекление, вот, и отжим не присоединена, поэтому я их включать не буду. Я вывела точки, обозначила. Пока я рисую точки, я думаю, анализирую. Сейчас я вам буду рассказывать. Значит, вот мы по точкам проводим. Вот здесь, смотрите, я вот эти точки обозначила, и вот эту. Использую я всегда самые крайние точки, чтобы включить в нашу Васту карту побольше максимум квартиры. То есть, если бы я по вот этой провела, у меня бы кусок вывалился. Эта точка все равно останется внутри. Просто пока я эти точки рисую, я анализирую. То есть, смотрите, если я вот здесь проведу по вот этой точке, то вот этот кусочек узенький, он останется за пределами Васту карты. Поэтому вот эту точку я не использую. Я беру вот эту, чтобы влезла по максимуму. Поэтому я и говорю, рисуйте эти точки. Пока вы их рисуете, вы эти вопросы обдумываете. Так, нарисовали. Теперь нам нужно, так же, как в прошлом видео, поделить на три части. Так и так, на 9 секторов. Так. В этой квартире я решила, что у меня угол отклонения будет 5 градусов. Значит, это меньше, чем 21-22 градуса. Поэтому я принимаю эту квартиру за прямую. И север у меня здесь будет. Я посмотрела все, как в том видео, я высчитала. Посмотрела, на какую улицу выходят окна. Все проверила. Север у меня будет вот здесь. В конце, пожалуйста, не забывайте всегда, когда у вас ту карту нарисовали, проверить. Встать в центр квартиры, открыть в телефоне компас. И проверить. У вас север должен оказаться примерно в том месте, где мы его нарисовали, с небольшой погрешностью. Обязательно делайте эту проверку. Потому что все могут ошибиться, запутаться, чтобы себя лишний раз проверить. Вот так. Первая васту карта готова. Сейчас я построю вторую. И мы с вами разберемся, как такие квартиры корректировать. Как корректировать сектора оттока в квартирах буквы Г. Вторая карта. Здесь я тоже решила, что лоджии не присоединены. Поэтому я также вывожу крайние точки, себе помечаю квартиры, чтобы когда я сейчас буду выводить периметр, чтобы мне было на что ориентироваться. лоджии я не включаю. Так, проводим. Здесь я веду по стене комнаты, не по лоджии я веду, потому что лоджию мы не включаем. Вывожу. Лоджию не включаю, поэтому беру вот по этой точке, по этой стене. Вот так. Опять же, лоджию не включаю, поэтому беру по стене, по вот этим точкам, что я обозначила. И здесь, смотрите, я лоджии не планировала включать, но комната так выходит, что я использую ее вот эти вот точки, что я обозначила, но все равно у меня лоджии практически включились. То есть одна включилась, вот, а вторая почти включилась. И мы теперь тоже ее разделим на 9 секторов. Так, получилось 9 секторов. Это квартира с поворотом 28 градусов, это больше, чем 21 или 22 градуса, поэтому это будет видиша, и север у нее попадает в угловой сектор. Я проверила, посмотрела, как она у меня повернута относительно карты, какие улицы, куда окна выходят. Все проверила, и оказалось, что север у меня вот здесь. Север в этом углу, потому что угол разворота, потому что это видишь. Смотрите прошлое видео. Итак, друзья, у меня две квартиры мы с вами построили, и сейчас мы разберем, как эти квартиры корректировать. Квартиры непростые, то есть, как бы полноценные коррекции, чтобы с этой квартирой поработать, и чтобы из нее получить максимальную пользу. Конечно, нужно обращаться к консультанту, чтобы вам назначили все коррекции, обучить вас одним, двумя, тремя, пяти видеороликами. Я не смогу для такой сложной формы, но мы можем с вами сегодня разобраться, с учетом всего того, что мы с вами уже проходили, как нам здесь утяжелить сектора оттока, тем самым себе очень сильно уже помочь и дать себе такой ресурс, чтобы у нас появились дополнительные возможности, которые мы уже используем себе во благо. Проанализируем сначала квартиру без разворота. Давайте посмотрим. Проведем маленький анализ. Север, сектора притока. Север, северо-восток, восток, и северо-запад, такой пограничный сектор. Север, есть окно, это хорошо. Северо-восток, есть окно, это хорошо. А туалет попадает в два сектора, в северо-восток и в восток. Туалет, это плохо, но туалеты мы с вами пока не проходили. У меня будет отдельное видео по всем туалетам, по всем санузлам, во всех секторах, но позже. Сектор-восток, окна нет, туалет нехорошо, но есть входная дверь, и это хорошо, это плюс. Ура! Дальше. Эти сектора не оговариваем, потому что они не попадают в схему. Юго-запад, отток начинается, у нас сектора оттока. В оттоке не должно быть окон и отжий. Они у нас здесь есть, то есть это минус, это наша проблема, это наша первая проблема. Первая проблема. Запад. У нас здесь нет окон и входных дверей, это хорошо. Ну и, собственно, всё. То есть у нас в этой квартире, получается, по секторам оттока, то, что мы с вами прошли, у нас только одна проблема вот здесь. Давайте обсудим, как её решать. И мы с вами это уже проходили. Что мы делаем, если у нас в секторе оттока окно или лоджия? Во-первых, мы на остекление клеим тонировочную плёнку в цвет сектора, в данном случае юго-запад, это будет бронза, или на это остекление, или на это остекление. Мы вешаем деревянные подвесы либо внутри комнаты вот здесь, либо на самой лоджии. Здесь лучше повесить побольше, то есть не 3, а хотя бы 6. или 9, или сколько вы сможете себе позволить. Можете начать с 3, потом довесить ещё. Также вы можете на лоджии взять и прям опустить уровень потолка или поднять уровень пола на всей лоджии. Будет отлично. И мы, конечно же, используем нашу коррекцию утяжеления по формуле. Если мы для вот этой комнаты берём вес 100 кг, а я думаю, что 100 кг здесь – это минимум, можно положить 100 кг, а потом, спустя какое-то время, когда турпулентность пройдёт, энергия успокоится уже, добавить ещё столько же. Значит, если мы сюда кладём 100, то есть смотрите, наш сектор юго-запад, вот он, именно в него мы кладём, либо мы кладём и в него, и сюда в расширение. Лоджия является его расширением, то есть она тоже считается. Вы можете положить сюда, не знаю, 80, сюда 20, или все 100 сложить здесь. Это, в принципе, не так важно. Вот. Потом у нас по формуле мы же должны утяжелить несколько секторов. Вот этот сектор мы не берём, потому что он не попадает, но запад у нас есть. А мы по формуле должны утяжелить запад, соответственно, где-то килограмм на 70 примерно. Вот запад, и мы в любое место этого запада как бы можем разместить. Ну, я бы, наверное, разбила как-то примерно там, не знаю, может быть, там сюда 30 килограмм, сюда 40 килограмм. Например, так. И вот мы с вами уже в такой довольно сложной квартире откорректировали отток. Тоже давайте проанализируем. Значит, сектора притока север, северо-восток, восток. На севере есть окно, есть лоджия. Это отлично. На северо-востоке санузел. Это плохо, но санузлы мы ещё не проходили. На востоке у нас есть окно, есть лоджия. Это отлично. Вот эти два сектора мы не обсуждаем, потому что они у нас не попадают в данную власту карту. Санузел в юго-западе – это неплохо, но его как бы даже, можно сказать, не корректируют, но мы об этом с вами позже поговорим. Всё-таки он какое-то влияние оказывает, хотя это и неплохо по сравнению со многими другими санузлами. Но у нас здесь расположена входная дверь на юго-западе. Вот это как бы проблема. Это прям большая проблемка. Дальше на западе. На западе не должно быть окон и лоджий, и балконов. У нас здесь лоджия и окно. То есть это вторая проблемка. Вот здесь северо-запад с окном. В принципе, полу-такой приточный сектор, ему нормально. И вот у нас две проблемы с вами. И давайте опять же вспомним, как мы их корректируем. Мы же всё с вами уже знаем. Что мы назначаем на юго-запад, если у нас дверь входная? Мы назначаем деревянные подвесы. Правильно. Три деревянных подвеса. И мы назначаем вес. Но сюда минимум 100 кг. Также, если у вас вот здесь за дверью, например, есть предбанник общий с соседями, и вы можете сюда что-то поставить, поставьте. Вы можете сюда положить ещё 50 кг. Или ещё 100 кг. Если у вас есть какая-то тут обувница, поставьте там тумбочку какую-нибудь и в неё сложите 100 кг. Или металла, или камней. И ещё покрасьте дополнительных в цвет сектора, и будет ещё лучше. Здесь, как разместить маленькое прихожее, можно поставить какую-то тумбочку. Или какую-то этажерку металлическую красивую в неё всё сложить, всё покрасьте, сложить. Или какой-то ящик красивый сконструировать, в него всё сложить, а сверху столешницу на него сделать, чтобы куда можно ключи положить. То есть варианты есть. На самом деле 100 кг – это не так много по размеру. Это звучит по весу страшно, но когда вы это будете упаковывать в какой-то маленький, куда-то запихивать, вы поймёте, что на самом деле мало. Если взять металлами, то оно займёт вообще немного площади. Камнями будет побольше, металлами – поменьше. Запад. Вот наш сектор Запад. Если мы сюда назначили 100, соответственно, на Запад давайте назначим себе 70. Также мы здесь клеим плёнку на окно, либо на лоджию, либо сюда. На Западе клеим синюю. Но вы помните. Вес кладём. Хотите всё здесь, хотите всё здесь, хотите здесь, хотите поделитесь сюда и сюда, например. Под кухонную мебель, кстати, тоже можно засунуть. И как бы всё. Вот мы с вами откорректировали сектора оттока в двух квартирах. Если у вас остались вопросы, приходите на канал Бусти, прикрепляйте свою Васту-карту и задавайте вопросы. Это бесплатно. Улучшайте свою жизнь вместе с Васту. А с вами был канал ArtVastu и до встречи в новых видео.